Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! В период Второй мировой войны принято считать, что самолеты с цельным деревянным фюзеляжем использовали только СССР, ввиду нехватки металла для производства необходимого количества самолетов. Вместе с тем, как показала история авиации, дерево использовали для постройки боевых самолетов и другие страны. Яркий пример этому британский самолет The Heavilland DH-98 Mosquito. По праву относится к числу одних из самых необычных самолетов Второй мировой войны. Этот двухмоторный британский самолет использовался в годы Второй мировой войны в Королевских ВВС, как многоцелевой бомбардировщик, ночной истребитель, истребитель-бомбардировщик, тренировочный самолет и торпедоносец. Самолет эксплуатировался с 1941 по 1953 годам. Всего за это время было выпущено более 7700 Mosquito всех модификаций. Корпус Mosquito был полностью выполнен из дерева. Создание цельно-деревянного самолета в условиях нехватки авиационного алюминия было оправданным решением. К тому же оно позволило загрузить мощности деревообрабатывающих предприятий. Двухмоторный высокоплан Mosquito обладал двумя двигателями с компрессорами наддува, специально спроектированными для работы на больших высотах. Потолок доходил до 11 тысяч метров. Экипаж самолета состоял из двух человек. В конструкции многоцелевого бомбардировщика использовалась толстая трехслойная обшивка с внешними слоями из фанеры и внутренними из бальцы с еловыми вставками для прочности. Поверх она была оклеена полотном. Такая конструкция позволяла достичь требуемых значений прочности при небольшом весе конструкции. Более того, немецкие радары плохо видели самолет, засекая Mosquito лишь на небольшой дистанции, так как у бомбардировщика металлическими были лишь двигатели и некоторые элементы управления. Деревянные Mosquito выполняли точечное бомбометание, а также использовались как целеуказатели при ночных бомбардировках немецких городов. В бомбардировочном варианте отсутствовало оборонительное целковое вооружение, характерное для бомбардировщиков того времени. Но тем не менее, потери среди Mosquito были одними из самых низких из всех самолетов Второй мировой войны – 16 на 1000 вылетов. Объясняется это очень высокими для того времени летно-техническими характеристиками. Скорость и высота полета делали их малоуязвимыми для германских истребителей и огня зенитной артиллерии. Крейсерская скорость самолета на высоте 11 км составляла 640-675 км в час. Такие высотно-скоростные характеристики делали его практически недосягаемым для атак противостоящих им в то время миссер Шмидт БФ-109 Г-6. Эффективно бороться с Mosquito могли только первые реактивные истребители немцев миссер Шмидт МЕ-262. Но и они не смогли в этом добиться больших успехов по ряду причин. Из-за позднего появления в конце войны и нехватки опытных пилотов, небольшого количества произведенных самолетов. Благодаря своим характеристикам самолет снискал уважение как к тригибританцам и их союзникам, так и у противникам. Интересен тот факт, что уже в январе 1942 года началось рассмотрение проекта реактивного Mosquito, который планировали оснастить двумя турбореактивными двигателями Halford H1. Вариант этого реактивного самолета, датированный июнем 1942 года, отличался следующими характеристиками. Максимальная скорость 716 км в час на высоте 12 200 метров. Бомбовая нагрузка 907 килограмм. Размах крыльев самолета должен был составить 19,81 метра. Длина 15,09 метра. Оба параметра были больше, чем у серийно выпускаемых Mosquito. А вот бомбовая нагрузка была полностью идентичной. В компании считали, что новые ТРД будут существенно более простыми по конструкции, чем поршневые двигатели. Однако окончательно отказаться и забыть о них не могли, разрабатывая и вариант самолета B. Интересной особенностью поршневой машины было использование соосных воздушных винтов. Работы над двумя этими проектами были остановлены на стадии еще предыскидного проектирования. В то же время истребительная ветвь Mosquito получила дальнейшее развитие в виде отличного, очень скоростного двухмоторного истребителя DH-103 Hornet, который выпускался серийно. Эскизное проектирование этого дальнего истребителя сопровождения началось еще в сентябре 1942 года. Макет самолета был показан спустя пять месяцев. Первый Hornet, что в переводе означает «шершень», был выпущен 20 июля 1944 года. Машина совершила свой первый полет 28 июля того же года. К моменту капитуляции Японии удалось изготовить всего 60 таких самолетов модификации МК-1. Во время испытаний самолет смог достичь скорости 760 км в час на высоте 6700 км. Отличный показатель для поршневого истребителя. Данный дальний истребитель сопровождения опоздал на свою войну и практически не участвовал в боевых действиях после Второй мировой. Однако сумел отличиться в другом. В сентябре 1949 года два серийных «Шершня» выполнили рекордный беспосадочный перелет в Гебралтар в честь очередной годовщины воздушный битв изобретания. Самолет лейтенанта Пибблса, стартовавший с аэродрома Бовингтон, преодолел все расстояние со средней скоростью 575 км в час. А после его возвращения, 19 сентября, капитан Карвер повторил маршрут с еще большей крейсерской скоростью 701 км в час. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. И, конечно же, обязательно подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok